Дорогие зрители цикла передач «Магия музыки», этим выпуском мы начинаем небольшой эксперимент, который, если он нам понравится, может весьма и весьма продлиться. Мы с вами будем вдумчиво, тщательно, с большим вниманием слушать фрагменты самых знаменитых классических произведений. Первый из этих произведений настолько знаменитый, что я даже не стану вам его предоставлять. Сам же представлюсь. Здравствуйте, меня зовут Роман Насонов. Роман Насонов 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 Насонов шедевру совершенно без воли автора и более того рельштаб в этом фрагменте вовсе не обязательно имел ввиду именно музыкальные впечатления от того фрагмента который только что прозвучал но лунная соната стала лунной сонатой и от этого факта нам конечно уже никуда не деться другое дело что такое романтизированное прочтение этой сонаты не бесспорно что мы видим этом прочтении два момента во-первых романтический пейзаж озеро лебеди конечно луна и во-вторых неразделенная но страстная любовь соната бетховена полна загадок чтобы разгадать их лучше давайте обратимся не только к текстам рельштаба но и текстом самого бетховена стоящим гораздо ближе к моменту написания этой сонаты а это 1801 год текст который я сейчас прочту относится к следующему 1802 году он написан 6 октября 1802 года в предместе вены хайлиген штат по-русски был бы светоград бетховен пишет обращаясь к своим братьям карлу и иоганну о вы люди считающие или называющие меня злонравным упрямым или мизантропичным как вы несправедливы ко мне ведь вы не знаете тайные причины того что вам кажется мое сердце и разум с детства были склонны к нежному чувству доброты я даже всегда был готов к совершению великих дел но подумайте только вот уже шесть лет я пребываю в безнадежном состоянии усугубленным невежественными врачами мое несчастье причиняет мне двойную боль поскольку из-за него обо мне судят ложно для меня не должно существовать отдохновение в человеческом обществе умных бесед взаимных излияний я обречен почти на полное одиночество появляясь на людях лишь в случае крайней необходимости я вынужден жить как изгой ведь стоит нет приблизиться какому-нибудь обществу не охватывает жгучий страх я ужасно боюсь что мое состояние будет замечено уже на 28 году жизни я принужден стать философом это нелегко а для артиста труднее чем для кого-нибудь другого фрагменты хайлергенштадтского завещания я прочитал в переводе лариса валентина кириллины автора замечательной монографии о людвиге ванне бетховене которая недавно вышла в свет московской консерватории что за болезнь бетховена на они в общем-то хорошо известны это его глухота очевидно терять слух он начал переболев какой-то тяжелой неприятной желудочной болезнью возможно тифом в 1797 году с тех пор он стал слышать в ушах звон шум они просто стали болеть он перестал слышать звуки высокие тихие звуки тихой человеческой беседы он и так никогда не было наверное слишком общительным детство бетховена было достаточно трудно отец пил и одновременно хотел сделать из мальчика вундеркинда и то и другое плохо сказывается на и детской психике и на способности коммуницировать это же болезнь окончательно подорвала в нем какие-то жизненные силы в хайлергенштадтском завещании есть немало прямых указаний на то что бетховен неоднократно был близок к самоубийству и что мысли о самоубийстве он собственно говоря и лелеет записывая эти строки что именно самоубийство представляется ему в данный момент выходом хайлергенштадтское завещание напомню вам было написано позже лунный сонат и ну примерно через год в 1802 году с апреля по октябрь бетховен находился в хайлергенштадте однако мне думается что во многом его содержание и вот частности вот эту самую строку о том что в 28 лет трудно быть философом трудно становиться философом тем более чем будучи артистом а что значит будучи артистом то есть надеясь на какой-то до будущую карьеру на будущий заработок артиста на будущую славу и популярность на то что это слава и популярность а бетховен был совершенно ведь замечательным пианистом весьма модным в то время вене что это слава и популярность откроют бетховену какие-то пути к жизненному счастью возможно как он пишет друзьям в 1901 году к будущему браку с юной графиней джульетой гвичарди девушку который он любил и полагал что она тоже питает к нему какие-то более или менее глубокие чувства вот это все это все оказывается просто не не просто под угрозой это все погибает отсюда вероятно и такая вот философская музыка музыка с одной стороны непростая с другой стороны очень понятно как устроены бетховен пользуется рядом жанровых черт допустим вот те самые пассажи которые мы услышим текучие в среднем регистре в средних голосах этой музыки а также низкий бас могут нам напомнить о церковном органе ведь в бонне где бетховен родился он был учеником органиста нефа и хорошо знал органную музыку сам и на органе играл вот эти вот органные пассажи которые могут напомнить допустим импровизацию на хорал и вообще органную импровизацию ведь органные импровизации в эпоху барокко и на всем протяжении наверно 18 века очень часто и называли фантазии так что с одной стороны да это такое вот духовное как будто бы произведение с другой стороны это может напомнить оперный монолог оперный монолог высокого героя который пойдет очевидно речитативом о жизни и о смерти героя оказавшегося в крайне тяжелых затруднительных обстоятельствах наконец это конечно и ясные черты траурного марша ясные черты некой безысходности которые в этом траурном марше звучат и понятное дело что образ смерти здесь явлен во всей реальности но вместе с тем этот образ смерти он не доминирует и застылости в этой музыке какая иногда бывает в траурном марше тоже нет скорее здесь есть философская мысль она проста и в общем то читается и в этом кстати именно классическое свойство этой музыки в том что мысль стремится не к невнятности а к ясности другое дело что нам может быть порой не хватает опыта и умения прочитать мысль бетховена но это наши проблемы в конце концов от звуков траурного марш музыка устремляется в мажоры мажоры в которых очень много диезов это ми мажор если кто-то из вас знает музыкальную грамоту си мажор тональности которые с высоким философским созерцанием просветленным всегда в это время соотносились то есть некая является мировая гармония не луна над лебедями а скорее кантовское звездное небо которое философ видит скорее не взирая куда-то вверх а устремляя свой взгляд внутрь своей собственной души и вместе с тем и вместе с тем фигуры которые очень напоминают барочные риторические фигуры фигуры креста фигуры напоминающие распятие иисуса христа но здесь они звучат чрезвычайно жалобно это знаки человеческого страдания страдания не христа а какого-то вполне конкретного несчастного каким вероятно и бетховен сам себя в этот период уже вполне ощущал и вот эти вот самые страдания они словно растворяются в мажорах говорящих о звездном небе а мажоры говорящие о звездном небе они как свет и тень чередуются с глубокими размышлениями о смерти безусловно что здесь мы видим может быть не настоящего философа а философа которым бетховен вынужден стать в 28 лет есть наверное что-то и может быть даже оперная в этой музыке но это оперности это ни в коем случае не внешняя поза настолько органично и глубоко принят на себя этот непростой образ и только не надо забывать о том что это первая часть это начало какого-то очень большого музыкального дискурса при всей сложности и внутренней многослойности этой музыки бетховена в свое время считали композитором огромных контрастов порой шокирующих контрастов и начало второй части после а даже остынута очень медленного сдержанного темпа аллегрета темп подвижный но не очень вот это начало второй части она человека понимающего как тогда воспринимали музыку и воспринимающего его также может шокировать и и и и и и и музыка второй части совершенно иного рода чем первая она гораздо более простая легкомысленная по-женски очаровательная и обаятельная кто-то и очень многие слушатели видеть здесь женский портрет может быть портрет возлюбленной витховена а вдруг джульетта гвичарди в принципе это совершенно не исключено и так слушать эту музыку конечно же можно вообще всю эту и сонату можно воспринимать как некую любовную историю не забывая однако при этом что за любовной истории таится философская притча но я бы например эту сонату сыграл бы может несколько иначе чем она здесь сейчас звучит великолепным совершенно очень мудром исполнении альфреда бренделя одного из лучших интерпретаторов фортепиано музыки бетховена брендель делает этот образ образ второй части достаточно глубоким в плане своей лирики я бы сыграл проще беззаботнее в чем-то наивнее и может быть только не менее очаровательно чем это сделал брендель почему так мне кажется что этот образ этот образ тут важно не только что он образ возлюбленный бетховена а вдруг не возлюблен это образ иного это образ совершенно не похожий на образ философа погруженного в мрак своей души это образ человека который умеет радоваться жизни умеет радоваться самым простым в этой жизни вещам и в этом отношении он совсем не похож на на 28 летнего философа бетховена и вот это столкновение с иным она вызывает в душе бурю эмоций она прорывает ту некую оцепенелость и магическую застылость которые есть в первой части и третья часть престо ажитата чрезвычайно возбужденная начинается бурными пассажами словно морскими волнами разбивающимися оскалы а 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 в этой музыке в гнешне казалось бы уже совершенно не философской а по юношески эмоциональный эмоционально открытый мне слышится не просто голос страсти пусть жгучий и неразделенный мне слышится высказывание человека который вот как вы это читали в хайльгенштанском завещании очень долго что-то копит в себе который не в состоянии высказать это другим людям который скрывает это от других людей и вот здесь вот может даже в глубине души и не обращаясь кому-то особенно находящемуся за пределы вот той комнаты в которой и полагалось играть во времена битковина сонату ведь это был поначалу не концертный жанр вот здесь вот в этой комнате он наконец и заливает свои чувства и излияние это многоэтапно послушайте эту музыку еще и еще раз благо что ее найти сегодня где-нибудь в сети очень и скачать очень легко да ведь все эти чувства проходят несколько этапов сначала вот эти вот самые волны о которых я говорил которые словно разбиваются оскалы то есть да невозможность невозможность выговорить все сразу и какое-то жгучее желание высказаться моментально а потом да уже некое протяженное лирическое высказывание словно страстный монолог каковы случались в 18 веке музыки того же самого Вольгана Амаде и Моцарта а потом потом словно этого мало словно да сердце и душа она еще больше оказывается взволнованно начинает звучать учащенный пульс уже не слова не лирические излияния а сами пульсы бешено бьющиеся в теле человека начинают взволнованно говорить о том что в нем происходит и вот это вот многоярусность высказывания показывает показывает все то что накопилось она не менее на самом деле философично чем философично музыка первой части но это другая философия философия которая показывает человека таковым какой он есть и надо сказать что сонатные формы так называемые у бетховена в которой написана и заключительная часть финал этой сонаты они обычно устроены таким образом что вот этот вот что это последовательность изначально заданной эмоциональных состояний она несколько раз повторяется проходя все новыми и новыми кругами и все по-новому разворачиваясь и вершина драматизма предел драматизма оказывается в этом последнем круге который происходит уже даже после так называемой репризы после возвращения материала как бы дополнительный круг который проходит эти образы это так называемая кода заключение этой части и всей сонаты и в этой коде происходит самое интересное и в частности обратите внимание вот на те самые бурные пассажи которые разольются по всему диапазону рояля это конечно явная отсылка к импровизации вдохновенной огненной как тогда говорили барочного органиста но эта импровизация конечно она не на просто на религиозной темы она о самой человеческой душе о том пламени который в ней плает а 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 и Субтитры создавал DimaTorzok Вот обратите внимание на ту концовку сонаты, которая в замечательном исполнении Альфреда Брендли прозвучала. Вот после всех тех пассажей, которые я анонсировал, после бури эмоций, которые разливаются по всему роялю, возникает очень тонкий момент. Музыка спускается, как бы замирая в низкий регистр, и там тихо-тихо унисонами левой руки у пианиста звучат три ноты. И когда эти три ноты звучат, наступает тишина, очень редкая, надо сказать, в этой самой третьей части, в финале сонаты. Наступает момент, когда человек действительно очень глубоко заглядывает куда-то в бездну, вот в тот самый колодец смерти, в который он всматривался, конечно, уже и в первой части. Вероятно, здесь можно даже представить себе вот эту самую мысль о самоубийстве, которая приходит человеку в голову, и он, кажется, совсем близок к ее осуществлению. Но что мы с вами слышим? Заглянув так глубоко, Бетховен словно возвращается к жизни. Звучат уже не бурные, неукротимые пассажи, звучат волевые ритмы. Они и раньше звучали в самом конце первого фрагмента из этой части, которую мы с вами, правило, слушали. Но там мудрый Брендель не показывал их волевой характер так, как он показал в самой концовке произведения. А здесь, здесь триумф воли. Триумф воли, но воли, которая владеет не чем-то внешним, а которая овладела собой, овладела своими эмоциями. И это не просто некая решимость, некий отказ от рокового шага. Это нечто гораздо большее. Это обретение смысла и упоения в жизни такой, какова она есть. Жизни полной страданий, которыми, однако, композитор совершенно не упивается. Он не хочет упиваться страданиями так, как будут упиваться ими потом композиторы романтики, и находить в этом много красоты, радости и удовольствия. Нет, будучи композитором-классиком, хотя и подошедшим грани романтизма буквально так, что еще кажется на один конский волос пойти дальше, и этот романтизм наичнется, Бетховен приходит к некому позитивному финалу, позитивному итогу. Он проживет еще долгую жизнь, он будет бороться со своей болезнью, он будет терять еще очень долго свой слух, окончательно потеряв его в 1818 году. И все это время он будет творить, и все это время он будет жить более чем полноценно, он будет жить с захваченной и завороженной жизнью. Но есть, конечно, смысл, и большой, и глубокий смысл, и в этом заглядывании на дно колодца. И не случайно, что все-таки из всех трех частей осталась в сознании широкой публики именно первая часть. Это, конечно, измельчает в массовом басовое уприятие смысл сонаты, но это по-своему закономерно. Уж больно эта первая часть завораживающая, уж больно она магична. Я прощаюсь с вами и оставляю вас вместе с магией бетховенской музыки. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok